Сегодня мы поговорим об анемии Харьков. Соответственно, как вам удобнее? Мы будем вначале читать, потом вы будете задавать вопросы, или вы будете останавливать меня и задавать вопросы в процессе? Вот, значит, ну, мы вначале поговорим, я не знаю, насколько это вам нужно, не нужно, мы поговорим о правилах забора крови, о клиническом анализе. Кто был в Шансе Био, тот слышал о клиническом анализе. Я все это не... То есть то, что касается красной крови. Но если мы не будем это знать, мы не можем интерпретировать анализы, поэтому придется как бы это знать. Значит, забор крови у Харька, да, очень удобное животное, хищник. Ну, довольно-таки крупный размер относительно всех тех, которых мы смотрим, там, хомяков, мышей и так далее, да, можно взять из любого места. То есть мы берем стандартно сафены, вены цифалика, вены еремные. Некоторые берут из еремной вены без анестезии, некоторые с анестезией. Опять же, как вы комфортно себя чувствуете, неважно, как вы это делаете. Если у вас очень хороший технишин, он вам хорошо держит, собственно, почему не взять без анестезии. Естественно, если животное в терминальном состоянии, можно взять из любого места. Значит, верхняя полая вена или так называемая краниальная полая вена. Вот всегда до этой лекции, до того, как я в этом году съездила в Америку, я думала, что можно взять только под анестезией. Теперь я знаю, что можно взять без анестезии. Люди научены это делать совершенно без каких-либо проблем. Я вам покажу, как. И вентральная хвостовая артерия – это для тех вариантов, у которых уже ничего не сработало. У вас есть хвост, из которого вы, в принципе, можете взять. Естественно, если это худощавый хорек, если это жирный хорек, отложение жира вдоль хвоста довольно-таки большое, поэтому ничего не получится. Значит, ну, это стандартное положение, которое мы используем. Вот так у нас держит один ассистент на забор крови. У нас не два, не три, не четыре. И, соответственно, вы видите, что просто охватывается шея таким капканом, вытягивается вдоль руки, голова отворачивается от этой руки просто потому, чтобы хорек не зацепил, и удерживается как жгутом софена. Этого достаточно для того, чтобы взять, то есть вы и ваш работник, больше никто не нужен. То есть некоторые, вы знаете, кто работает с хорьком, держит двое, трое, владелец, пятеро, все плачут и так далее. Наши правила мы никогда не берем на столе, никогда хорька не раскладываем на столе. Мы всегда делаем в воздухе, потому что в воздухе они плохо себя чувствуют, да, это не их среда. Либо таким образом мы работаем с еремной веной, это положение для еремной вены. Опять же, кто хорошо берет из любой вены, особенно врачи, работающие с птицами, и, соответственно, для них еремная не проблема. Значит, поверхностная полая вена или краниальная полая вена. Вы помните, что вот здесь у нас идут еремные вены, которые сливаются вот здесь в краниальную полую вену. То есть фактически это нижняя часть еремной вены, которая входит уже в грудной полости. Соответственно, абстрактно представить тяжело. Для доступа вена невидная, то есть вы практически должны знать очень хорошо анатомию, чтобы в нее попасть, но, соответственно, ее часто используют для крупных заборов крови под анестезией. То есть это всегда было правило, во всех книжках написано под анестезией, под анестезией, под анестезией. Значит, соответственно, почему под анестезией? Потому что, ну, во-первых, удобно брать, когда животное лежит на спине, тяжело хорька расположить на спине, когда оно не в наркозе, шея ровно вытянута назад, используют иглу 25G, шприцом 1,3 мл. Вводим иглу между первым ребром и манубриумом. То есть у вас лежит манубриум, первое ребро, вы входите вот в этот угол. То есть вы входите в грудную клетку уже. И, соответственно, каким образом вы направляете иглу? То есть если вы входите вот сюда, вы направляете ее к задней ноге. Если вы входите сюда, вы направляете к задней ноге, то есть по диагонали тела. Значит, градус 30-45 градусов к телу, направляем иглу к противоположной задней ноге или противоположному последнему ребру. Введение до конюля иглы. Вы не можете искать эту вену, вы должны ввести один раз и тянуть шприц назад, если вы удачливы, вы попали в нее, если не удачливы, совершайте следующую попытку, но не пытайтесь в грудной клетке найти эту вену. Еще можно потянуть шприц назад до появления крови, соответственно вы либо удачливы, либо нет. Вот здесь я представила вам ссылку в ютубе, где вы можете посмотреть забор крови с инструкцией под анестезией, если кому интересно, вы просто можете набрать там ютуб забор хорячей крови, и этот ролик выйдет практически первым, он самый популярный. Так, значит, вот это было до того, как я съездила в Америку. Это животное в легкой седации, оно под изофлюраном, ему поставили только что имплант, он уже подышал кислородом, соответственно он выходит из наркоза. Посмотрим, получится ли у нас. Там уклады ставят под анестезией. Под анестезией, да, ставят они. Значит, смотрите, его человек, левой рукой он удерживает хорька, правой рукой он собирается забирать. Сейчас будет видно, не переживай. Это медленно, потому что компьютер плохо тянет, на самом деле, конечно, все быстрее происходит. Но это чтобы важность момента вы прочувствовали. Когда я это увидела первый раз, я понимала, что животное в легкой анестезии, в принципе, это возможно сделать, потому что если ты знаешь хорошо анатомию, то почему нет. Но, собственно, большой объем крови, давление очень хорошее. То есть вы нигде из периферии под таким током, кроме еремной, нигде не возьмете. Но потом я подумала, чудо, но потом это хорек без анестезии. Это девочка еще хочу сказать. Ну, собственно, да? То есть дело привычки. Ровно столько, сколько я там была, я брала только таким образом, потому что по-другому, по протоколу нельзя. То есть ты берешь вот так, как есть, нету никаких там софен, еремок и так далее. Я здесь боюсь реально, потому что я как представляю, что наш владелец увидит вот эту манипуляцию. Да, они берут любой, любой, да. То есть вначале я думала, что это просто связано с седацией, а потом нет. А кто мне скажет, как вернуть на презентацию? А, все, нашла. Так, значит, какие у нас могут быть ошибки? То есть уже до того, как мы взяли кровь, да, у нас уже могут быть ряд ошибок, которые мы совершили. Ничего, что я так высоко. Так, значит, малый объем крови, большое количество антиоклагулянта, да. Почему? Они сопротивляются часто, если они неплохо себя чувствуют. Вы тратите свои нервы, хозяйские нервы. Вот вы взяли 2-3 капли, уже рады, да. То есть вы посмотрите их на мазке, хотя бы посчитаете некое-то количество эритроцитов и лейкоцитов. Вам будет для общей информации этого достаточно. Но если вы положили 2-3 капли в большой объем антиоклагулянта, который рассчитан на больший объем, у вас будет ошибка. Значит, соответственно, для АК желательно использовать пробирки с ЭДТА. Гемолиз при заборе крови иглой малого диаметра с присоединенным шприцом. Естественно, когда вы создаете искусственный вакуум в шприце, эритроциты через вашу тонкую иглу проходят с определенной травматизацией стенки эритроциты. У вас волей-неволей будет артефактный гемолиз. Вот, соответственно, гемолиз при переливании крови из шприца в пробирку, как мы любим делать. У нас вакуумная пробирка, мы туда иглой проткнули и давим туда. Опять же, будет ошибка. Значит, гематокрит хорьков высок всегда, более 40%. Соответственно, в сравнении с кошкой и собакой, центрифугировать надо на 20% дольше, чем собаку и кошку. Значит, при заборе крови у хорьков нет стресс-гемограммы, то есть не наблюдается повышение лейкоцитов, гематокрита. В редких случаях отмечают повышение глюкозы, но это крайне редкий вариант. Его вы 40 минут до забора крови должны промучать, чтобы у него немножко повысилась глюкоза. Так, значит, гематокрит норма 38-48%. Очень высокий гематокрит. Когда вам некоторые лаборатории дают норму 35%, это не норма, это мало для хорька. То есть 38-48%. Для некоторых хорьков, и у нас они есть даже в Москве, 60% гематокрита, это даже очень нормально, он не обезвожен. У молодых самцов отмечают снижение гематокрита, эритроцитов и гемоглобинов в сравнении со взрослыми самцами. Это физиологическая норма. То есть вы всегда, когда берете анализ, вы должны понимать, это физиология или нет, это не физиология. У взрослых самок отмечается снижение гематокрита с возрастом. И, соответственно, он всегда повышен перед гидротацией. То есть надо учитывать. Если я быстро говорю, или вы не успеваете, что-то вы мне говорите, я остановлюсь. Хорошо, я быстро говорю. Значит, следующий параметр гемоглобин. Он нам нужен обязательно. Гемоглобин 130-180 грамм на литр. Почему такая вариация большая? 130 это будет взрослый хорек. То есть взрослый хорек, который уже имеет ряд в анамнезе заболеваний хронического генеза, которые волей-неволей угнетают нормальную продукцию гемоглобина и эритроцитов. Соответственно, 130 для взрослого хорька, который клинически здоров, в принципе, это нормально. Но норма стремится к 180. То есть 160-180 гемоглобин – это нормальный гемоглобин для хорька. Значит, может быть, 200 грамм на литр – это тоже может быть вариантом нормы. Не обязательно это эритроцитоз или дегидротация. Значит, у самцов всегда ниже. У молодых самцов отмечают снижение, опять же, гемоглобина, эритроцитов и гематокрита в сравнении со взрослыми самцами. У самок всегда выше, мы живучие. Значит, может быть, 110-130 при наличии у хорьков хронических заболеваний, не связанных с кровеносной лимфатической системой. То, о чем я уже говорила. Значит, эритроциты. Норма от 7 до 9-65 тысяч. Эритроциты не отличаются от эритроцитов домашних хищников. У молодых самцов отмечают снижение эритроцитов и гемоглобина, гематокрита в сравнении со взрослыми самцами. Значит, также снижение эритроцитов, гемоглобина и гематокрита может быть при анестезии за флюраном-галотаном первые 15 минут. Связано с секвестрацией эритроцитов в селезенке. Поэтому, если вы используете изофлюран для рутинной забора крови, никогда не делайте это в первые 15 минут, потому что у вас будет анемия. Но это будет анемия не потому, что у хорька анемия, а потому, что вы использовали изофлюран первые 15 минут. Поэтому подождите 15 минут и к окончанию процедур, которые вы запрометите, там, не знаю, имплант, рентген, рана, все что угодно, тогда уже возьмите свою кровь. Иначе вы будете думать, у вас низкий гемоглобин, гематокрит, эритроциты, потому что у вас анемия, либо вы использовали изофлюран. Мы всегда следуем этому правилу, как только мы начали селему следовать, после 15 минут, у нас никогда не было ложной анемии. А до этого всегда было, а это деньги владельцев, да, и повторный забор крови. Значит, показатели анизоцитоза редко им пользуются, РДВ, да, много там букв в клиническом анализе. Обычно мы смотрим то, что нам три показателя, потом лейкоциты, потом формулу, и, собственно, больше нам уже ничего не нужно. Но если вы хотите разобраться, да, нам придется с вами разбираться. Значит, показатели анизоцитоза РДВ. Значит, естественно, эритроциты бывают разного размера, да, то есть они могут быть маленькие, нормального размера или большие, связанные, во-первых, со степенью созревания эритроциты, во-вторых, связанные с тем, что может быть какая-то патология, от этого он либо маленький, либо большой. Вот нормоциты в норме, то есть эритроциты нормального размера, РДВ, должно быть показателем анизоцитоза 11-18%, что составляет нормоцитам 82-89%. Это понятно, да, корреляция, почему так? Соответственно, незначительный анизоцитоз 25%, умеренный анизоцитоз 50%, выраженный анизоцитоз это 75%. Естественно, когда повышается анизоцитоз, это макроцитарный аниме, когда крупные у нас эритроциты, диспластические процессы в костном мозге, злокачественное образование, метастазы в костный мозг и железодефицитный аниме, который тоже бывает у хорьков. Соответственно, будут разные вариации эритроцитов. Это следующий, переступаем, да? Ретикулоциты, да, для нас это основной параметр, в основном для оценки аниме, в норме 4-5,3%. Это, наверное, единственный хищник, у которого такое кальтик, количество норма ретикулоцитов, потому что в норме вы их можете вообще в периферической крови не видеть никогда. Соответственно, это незрелые эритроциты, в них мало гемоглобина, они крупнее зрелых эритроцитов, и они через 2 дня после выхода из костного мозга в кровяное русло становятся зрелыми эритроцитами, то есть всего лишь 2 дня жизни как ретикулоцитов. Основной показатель степени напряжения эритропоэза в костном мозге. Вы не можете диагностировать анемию, если вы не сделали тест на ретикулоциты, потому что вы не знаете, какая у вас анемия, вы не знаете, что лечить, если вы не знаете, какие у вас ретикулоциты. Соответственно, ретикулоцитоз, то есть когда вы можете видеть их много в крови, значит, это любая стимуляция эритропоэза, то есть по какой-то причине идет стимуляция костного мозга. Значит, любая кровопотеря, скрытые кровотечения, гемолитические анемии, полицитемия, то есть снижение всех ростков, гипоксия, лечение железом В12 фолиевой кислотой. Значит, когда их мало, ретикулоцитов, то есть основное, что нас интересует, почему их мало, это угнетение эритропоэза, то есть в основном это угнетение костного мозга. Это гипоапластические анемии, дефицитные анемии, недостаток железа В12 фолиевой кислоты и метастазы в костный мозг. Для нас это все для хорьков актуально. И В12, и железо, и метастазы в костный мозг, и, соответственно, гипоапластические анемии. Значит, при окраске обычными красителями является причина явления полихромазии эритроцитов. То есть когда вам лаборанты говорят полихромазии, вы должны понимать, что это эритроциты с малым количеством гемоглобина, которые окрашиваются все равно, как эритроциты, но они выглядят несколько иначе. Значит, нормальный эритропоэз, вот это важно, вот это лучше записать. То есть нормальный эритропоэз – это появление эритроцитов через 3-5 дней в ответ на анемию. То есть вот у вас произошло кровотечение, неважно, какого генеза у вас анемия, кровотечение, хроническая анемия, нормальный ответ костного мозга – это появление эритикулоцитов, то есть эритроцитов через 3-5 дней в ответ на анемию. Пик на 7-10 день. Да, соответственно, сниженный эритропоэз отсроченный – это появление эритроцитов после 10-го дня. Значит, абсолютное число агрегатных ретикулоцитов, число, которое всех пугает, это юные ретикулоциты, то есть те, которые только вышли из костного мозга в кровь. Да, и, соответственно, их число должно быть 200 тысяч на микролитр. Значит, абсолютное число пунктатных ретикулоцитов – это взрослые эритикулоциты, которые уже некоторое время проживают, соответственно, от 200 тысяч до 500 тысяч. И скорректированный процент эритикулоцитов – это 3-4%. То есть вот эту норму вы должны увидеть в анализе крови на эритикулоциты. Мы поговорим, когда их больше, когда их меньше, но вот так должен выглядеть анализ. То есть у вас должно быть число 4-5%, общее число эритикулоцитов, пометки на агрегатные ретикулоциты, пунктатные ретикулоциты и скорректированный процент вы должны выглядеть вот так. Тогда это нормальный ответ костного мозга. Это понятно или есть какие-то вопросы по этому? Значит, ну, раз мы говорим о крови, нам надо взять основные программеты, мы поговорим с вами о лейкоцитах, тромбоцитах и лимфоцитах, потому что они определяют некоторые болезни, о которых мы будем говорить, которые сопровождаются анемией. То есть лейкоцитоз вообще не характерен для хорьков. Если у вас очень сильная бактериальная инфекция, например, какой-то вскрывшийся абсцесс, там у вас некробациллез или актинобациллез, или у вас пиометр, что крайне редко сейчас бывает, у вас будет такой серьезный нитрофильный сдвиг. Но вообще лейкоцитоз обычно сопровождает лимфолейкоз хорьков. То есть если у вас высокие лейкоциты, как правило, надо подозревать онкологию, нежели воспаление. Это такое общее правило. Если у вас абсолютный лейкоцитоз. Если у вас, конечно, высокие сегменты относительно нормы, тогда можно подозревать какую-то инфекцию. Но в основном абсолютный лейкоцитоз все-таки говорит о том, что у вас рак. Так, значит, некоторые особенности, связанные с возрастом, опять же, повышение сегмента ядерных лейкоцитов может наблюдаться как у самцов, так и у самцов с возрастом. Опять же, потому что к этому моменту они уже попорчены жизнью. Есть некоторые воспаления, которые там ЖКТ хронические, кожи хронические, мочеполовой системы. И это может быть умеренное повышение сегмента ядерных лейкоцитов. Значит, опять же, когда может наблюдаться лейкопения? Она наблюдается у пожилых животных, вероятно, связана с эндокринопатением, снижением иммунитета, приемом гормонов. Системные вирусные инфекции, мы о них будем говорить, это коронный и парвовирус. Латентная спящая форма лимфомы, тоже может быть лейкопения. То есть, когда у вас стойкое, низкое количество лейкоцитов, и у вас, например, есть синдром истощения, то есть, хорек вроде как живет нормально, вроде веселый, но он худеет, хуже ест, у него атрофируется мускулатура. Опять же, надо заподозрить либо хронические истощающие вирусы, либо у вас лимфома, либо лейкоз. Так, опять же, лейкопения наблюдается при заборе крови под анестезией и зафлюраном первые 15 минут, поэтому для анализа крови первые 15 минут до зафлюрана не подходит. Лимфоциты от 20 до 70%, очень большой диапазон. Чтобы понимать, что для вашего конкретного хорька-пациента норма, надо брать рутинно у него анализ, то есть, в качестве диспансеризации, до того, когда он уже криминально заболел и к вам пришел, знать, какая у него кровь. То есть, если вы брали у него кровь в 2 года, в 3 года, в 4 года, у него их было 20, а вдруг он пришел больной, ему 5 лет, и у него их 80, да, надо задуматься, почему с 20 они выросли до 80, это нетипично. Они должны оставаться 20 всю жизнь, да, ну 20-30 в диапазоне, но не быть такой границей. Соответственно, лимфоцитоз стойкий, как правило, сопровождает лимфому. Как правило, только у молодых животных лимфоцитоз сопровождает лимфому, потому что у старых животных, мы об этом опять же поговорим чуть попозже, будет, как правило, наблюдаться и лейкопения, и лимфопения, что делает анализ на лимфому очень затруднительным у взрослых животных. Ну, да, про взрослых хорьков. Тромбоциты. Высокие довольно-таки показатели, 200 до 450. Тромбоциты, пения, как правило, всегда коррелируется с анемией, наблюдается при гиперэстрогенизме, мы о нем поговорим, при гиперандрогении мы поговорим об этом, и при лимфоме. То есть все то, что нас интересует с анемией. Железо-норма. Значит, у них приблизительно такая же норма железа, как у кошек. Вот, соответственно, довольно-таки высокий показатель. Опять же, нам это понадобится, когда мы будем понимать, какая у нас анемия, железо дефицитное или нет. То есть надо нам саплементировать железом животное или не нужно. Время свертывания крови. Довольно-таки быстро, да? То есть время кровотечения менее двух минут. То есть сгусток образуется примерно за две минуты. Поэтому, когда вы мучаете хорька и сразу отпускаете его, обычно кровь не останавливается. Надо подержать некоторое время, чтобы она остановилась. Вот. Ну, это те показатели, которые вам помогут для того, чтобы интерпретировать ваш анализ. Ну, поговорим об анемии, да? Очень сложно подойти к ее классификации, да? Что-то нам кажется нужным, что-то нам кажется ненужным. Будет очень много того, что вам кажется ненужным, но, может быть, потом понадобится. Вот. Ну, поэтому что-то, о чем-то мы говорим более подробно, о чем-то менее подробно. Да? То есть общие какие-то правила. Значит, анемия – это клинико-гематологический синдром, который характеризуется уменьшением содержания гемоглобина в единице объема крови, чаще при одновременном уменьшении количества эритроцитов, приводящего к развитию кислородного голодания тканей. У хорьков, да, мы говорим о хорьках, принято считать анемии снижение уровня гемоглобина ниже 130, да? Для некоторых врачей, которые смотрят анализы и видят гемоглобин 130, они интерпретируют это как гемоглобин собак и кошек и считают это нормой. Вот если они пришли бы к нам, мы бы сказали, это не норма, да? То есть 130 для нас – это уже низко, это заставляет нас задуматься и попросить их прийти через некоторое время, чтобы перебрать анализ на гемоглобин. Значит, количество эритроцитов ниже 7. У хорьков есть такая особенность. У них может быть эритроцитов довольно-таки нормальное количество еще, которое вписывается в ваш нормальный диапазон, но при этом гемоглобин будет низкий. Да, и вот как раз-таки снижение гемоглобина больше маркера анемии, чем снижение эритроцитов, как мы принято считать у собак и кошек. Значит, ну, симптомы анемии мы все знаем, да? То есть, ну, ничего особенного нет. У хорька это отсутствие толерантности к физическим нагрузкам. Вы знаете, что когда они молодые, до 4 лет, это шило, пока это шило не спит. Соответственно, вот то время, пока шило не спит, оно шило. Вот, и если вдруг оно начинает уставать, это шило, то есть, как рассказывают владельцы, вот он побежал, лег на пол, вот так лежит. Да, он не дышит, как собачка, да, когда вот они переутомляются или у них стресс какой-то эмоциональный или жарко. Он просто отдыхает. Потом он опять побежал, отдыхает. Или он подходит в миске, он немного поел, он устал от того, что он поел. Особенно, если это сухой корм, он опять отдыхает, да? То есть, то, что вы будете слышать от владельца. Сон более 24 часов в день. Обычно они спят 20. Но если он спит 21-22, это уже ненормально для хорька. То есть, он выползает, только поесть, нагадить и выползает обратно. Вот этот вот треугольник, это ненормально. Значит, литургия, снижение аппетита. Не сразу наступает. Обычно, когда они вот реально утомлены, им даже есть не хочется, да, когда это уже гипоксия, связанная уже с гипоксией головного мозга. Бледность десны конъюнктивы. То есть, то, что вы сразу отмечаете на прием, не надо далеко ходить, да. То есть, вы сразу обычно, когда их смотрите, осматриваете рот, думаете, он не красный, он даже не сильно розовый, да, он бледный. Экторичность кожи десны конъюнктивы, это редкий случай, да, к вам желтые, они приходят крайне редко уже. Повышение ЧДД, ЧСС, естественно, компенсаторно, да, с пленами галии, гепатами галии. То есть, вот это стандартный набор хорька, который придет к вам с анемией. Диагностика анемии. Что мы делаем, да, вот что мы делаем у себя, когда мы делаем. Значит, анализ крови клинический, да, полный, развернутый. Обычно, если они уже бледные, мы не спрашиваем владельца, есть у них деньги на ретикулоциты, мы их делаем. Если у них денег денег, мы делаем их за свой счет, да, чтобы нам понять в диагнозе, в направлении. Значит, биохимический анализ крови. Ну, обычно для чего мы его делаем? Чтобы исключить гемолиз извне, да, печеночные. То есть, мы смотрим общий белок и билирубин, да, с чем может быть связана анемия. Определение ретикулоцитов в крови, определение тромбоцитов, каугулограмма. Вот с ней сложнее просто потому, что действительно это финансово довольно-таки сложно. Поэтому не все владеют, если мы не планируем операцию, да, или что-то такое, да, то мы каугулограмму сразу не делаем. Мы делаем предоперации, если нам нужно знать, насколько быстро и что у нас свертывается. Биопсия селезенки. Вот об этом бы, да. То есть, если у вас селезенка уже на всего хорька, и из того килограмма, который к вам на прием пришел, 300 уже селезенка, я бы побоялась даже под контролем очень хорошего узистой седации тыкать в нее просто так. Хорька проще разрезать, да, и взять открытую биопсию, но чтобы убедиться, что у вас нет кровотечения, чем через кожу лезть и колоть эту селезенку. Я против всегда. То есть, если мы делаем биопсию селезенки по какой-то причине, или биопсию печени, мы никогда не делаем через кожу, мы всегда делаем открытую биопсию, потому что хорек животное маленькое, кровотечение для них летальное из-за маленького объема крови, поэтому закрытую я бы не шла, да, но это тоже один из методов диагностики. Уровень железа в сыворотке ткани печени. Вот с железом очень тяжело, да, потому что вы, с одной стороны, должны померить в крови, с другой стороны, вы обязательно должны взять железо в печени и в почке, да, это такое правило. Но, как правило, до биопсии печени и почки никто не доходит, максимум, что мы делаем, это сывороточное железо. Анализ костного мозга. Мы делаем его рутинно, потому что ничего сложного в этой манипуляции нет, если у вас есть газовая анестезия, да, или у вас есть сочетание ксилозина и трамала. Вот этого достаточно для того, чтобы взять биопсию костного мозга. Ну, опять же, протокол ничем не отличается от кошки, да, соответственно, не такой уж анализ. Вам главное найти цитолога, который будет хорошо его смотреть, чтобы то, что вы взяли, не было выкинуто, да, за ненадобностью. Аспирация биопсии, разный способ, да, естественно, биопсия лучше костного мозга, но биопсию тяжело добыть, да, потому что это вам нужны специальные иглы, специальная петля, которая захватывает ткань 2 мм. Обычно мы берем аспирации, этого достаточно. Значит, ну, почему костный мозг, да, все мы знаем, все клетки крови образуются из костного мозга, эритроциты в первую очередь. Соответственно, если у вас есть какая-то патология с эритроцитами, если у вас мало ретикулоцитов в крови, то есть у вас мало незрелых эритроцитов, значит, по какой-то причине они плохо образуются в костном мозге, значит, вам нужен костный мозг, иначе вы не поставите диагноз на анемию. Значит, классификация анемии, как они у нас делятся? Они делятся у нас морфологической классификацией анемии, да, по морфологии, по форме, размеру эритроцита, по содержанию гемоглобина. Они зависят от способности костного мозга к регенерации, они делятся на патогенетическую классификацию. Нам, конечно, с вами важно патогенез анемии, да, потому что если мы понимаем патогенез, мы можем это лечить. И первые, как правило, мы о них забываем, но когда вы начинаете расшифровывать, какая у вас, есть ли у вас полихромазия, у вас гипохромная, макроцитарная анемия, соответственно, вы должны понимать, о чем вы говорите, да, это первые три раза сложно, а потом вы читаете это так же, как вы читаете любой анализ. Соответственно, морфологическая классификация анемий. Это нормы для хорьков, но, скорее всего, в ваших лабораториях нет, они отличаются от собак и кошек и человека, поэтому есть возможность, запишите. Значит, макроцитарная анемия, да, то есть когда средний объем эритроцита повышен, более 650 мкм, значит, обычно он встречается при дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты. Микроцитарная анемия, маленький эритроцит, объем меньше 46 мкм, дефицит железа, нарушение синтеза глобина, нарушение синтеза порфирина и гема. И нормы цитарной анемии, такие тоже могут быть, эритроциты совершенно нормальные, но есть анемия, то есть это нормальный размер от 46 до 65 мкм, это недавняя кровопотеря гемолиза эритроцитов, гипоэпластическая анемия и милофиброз. Соответственно, когда вы получаете теперь МЦВ, соответственно, вы их интерпретируете. Дальше идем? Идем. Значит, классификация анемии по содержанию гемоглобина в эритроците, как я вам уже говорила, у Харьков, как правило, первое, что снижается, это гемоглобин, эритроциты у вас могут быть абсолютно нормальные, может быть 9 эритроцитов, но при этом гемоглобином будет мало, это гипохромная анемия. Значит, среднее значение МЦВ это 15,5-19 ПГ, значит, анемия гипохромная, железодефицитная анемия, анемия нормохромная, то есть нормальное количество гемоглобина, анемия при хронической почечной недостаточности, апластическая анемия, анемия при заболеваниях печени, острая постгеморрагическая анемия. И анемия гиперхромная, это так называемая B12-дефицитная анемия и фолиодефицитная анемия, а также гемолиз. С гемолизом сложно у хорьков, но мы об этом попозже поговорим. Очень мало врачей, которые могут интерпретировать гемолиз как гемолиз. Это, как правило, анемия гемолитическое исключение, но мы об этом поподробнее поговорим. Соответственно, если у вас гиперхромная анемия, она может быть всегда только при макроцитозе, иначе не может быть. Должно быть большой эритроцит с большим содержанием гемоглобина. МЦХЦ, это средняя концентрация гемоглобина в эритроците, отражает степень насыщения эритроцита гемоглобином. Норма 29,36 г на децилитр, повышение при гиперхромной анемии, как правило, это гемолиз, снижение гипохромной анемии, нарушение синтеза гемоглобина, дефицита железа. То есть они, в принципе, коррелируют с просто содержанием гемоглобина, с концентрацией гемоглобина. Они очень похожи по показателю, но считается, что МЦХЦ он более точный. Значит, классификация, это мой хорек, ну я понимаю, соответственно, он часто будет встречаться. Тони, что Тони, все уже не Ленкин, мы уже подменили, ну да, я его забрала у их жены Гершова. Так, значит, классификация анемии, да, значит, зависимость от способности костного мозга к регенерации, да, то есть самое главное, что нам надо понять, у нас есть шансы на жизнь или нет, то есть если она у нас регенераторная, мы можем это лечить, если она у нас нерегенераторная и не аутоиммунная, то, соответственно, лечить нам нечего. Это прогноз владельцам, во-первых, психоэмоциональный, во-вторых, в плане денежных вливаний, да, потому что все равно, как бы вы ни старались для маленьких животных уменьшить чек, все равно получается дорого. Ну, кобра-то не старается, понятно, где? Вот, соответственно, регенераторная, с достаточной функцией костного мозга, да, ретикулоцитов будет больше 5% после того, как вы диагностировали анемию, то есть вы смотрите, у вас, да, анемия, но при этом ретикулоцитов у вас 5%, хорошо, можно лечить, да, соответственно, гипорегенераторная, то есть 50-50, да, ретикулоцитов меньше физиологического уровня, 4%, тут могут быть трудности, да, надо понять, с чем это связано, если это так называемая анемия недостаточности, да, там, Б, фолиевый железо, неважно, вы с этим можете бороться, если это что-то другое, то уже сложно. И гипопластическая или апластическая анемия, то есть с резким угнетением процессов эритропоэза, ретикулоцитов будет менее 1%, соответственно, тут вопрос, а надо ли это лечить? Вы, конечно, не можете сразу сказать, нет, лечить не надо, да, но, соответственно, внутри себя вы должны задуматься, что, может быть, вот это уже прогностически для вас плохо, да. Значит, и самое хорошее, то, что мы всегда понимаем, да, по патогенезу, как мы делим анемии, значит, первый самый хороший анемии в следствии кровопотери, это так называемый постгеморадический анемия, они бывают острые, постгеморадический анемия и хронические постгеморадические анемии, они хорошо диагностируются, хорошо лечатся, собственно, очень хороший к ним как терапевтический, так и хирургический подход может быть. Вторые анемии, сложные для диагностики, требуют больше тестов для диагностики. Это так называемые анемии вследствие нарушения образования ретроцитов и гемоглобина. К ним относятся железодефицитные, мегабластные анемии, гипопластические анемии. И анемии вследствие усиленного кроверазрушения, то есть у нас гемолиз, это так называемые гемолитические анемии. Они могут быть наследственные, приобретенные, аутоинмунные. И анемии смешанного генеза, когда в одном хорьке у вас анемия имеет два корня. То есть у вас может быть сочетание железодефицитной, а пластической и так далее. Соответственно, такие тяжелее лечить по подходу. Но так как лечится все примерно одинаково, вы все равно попадете в цель. Звездочками я пометила те, которые встречаются у хорьков максимально часто. И о которых есть литературные подтверждения. Потому что до сих пор хорек, ну животные, которые не, если даже вакцины перестали для хорьков делать от чумы, официальный слейбл для хорьков, то есть они не являются экономическими ценами для всего мира ветеринарии. Поэтому те бумаги, те статьи, которые есть, вот они посвящены тем, которые я выделила. И те, которые мы часто видим. Так, анемия вследствие кровопотери, так называемый постгеморрагический анемия. Хороший анемия. Значит, анемия вследствие кровопотери, острый постгеморрагический анемия. Что у нас может быть острым? К вам приходит хорек, да, то есть был здоровый, прекрасный, утром встали белый. То есть вы понимаете, что он белый, а родительцы понимают, что ему резко стало плохо. Значит, это травма, контузия, разрыв органов. Ну, понятно, да, что-то должно разорваться, чтобы потерять много крови. Что разорвется именно у хорька? Значит, как правило, это желудочно-кишечный тракт за счет инородных предметов. Это могут быть острые инородные предметы, да, там, если они скармливают, например, грызунов, которые не... И мейча грызуны зубами, да, все знают этот случай. Если это крупная крыса, например, да, есть такие любители, которым нравится, как хорек убивает эту крупную крысу, но как съесть, он ее не знает. Вот, если он ее ест зубами, эти зубы могут перфорировать желудочно-кишечный тракт, и такой случай был. Ну, как бы Сергей Олегович хорошо его знает, вот, они сами подсунули резцы крысы уже КТ, поэтому... Иногда это бывает просто острые края инородных предметов. Как правило, иногда они дураки едят пластик по какой-то причине непонятной, да, и, соответственно, резьба пластика, она прорезает. Самая частая причина, это когда у вас стало инородное тело, оно вызвало язву, да, вместе контакта с кишкой, язва вскрылась, и у вас есть кровотечение. Это чаще встречается, но до этого надо дожить. Это уже не острая гемогонемия будет, это надо, чтобы он с этим инородом походил дней 5, да, к кишке прилепленным. Как правило, они приезжают все-таки пораньше к вам. Крупный орган, который может разорваться, это, естественно, печень, крайне редко бывает, да, ну, то есть у вас должен быть хорек уже с приличным липидозом, да, или амилоидозом, упасть с седьмого этажа, рухнуть, и печень разорвется, да, поэтому печень, ну, редко. Обычно, когда опухоль на печени есть, она может подкравливать и вызывать хроническую анемию, да, но не острую. Как правило, разрывается селезенка, да, вот это самый, это как вот тест с лаборатором, да, у вас, как американский тест, лаборатор вышел на поляну, он играл-играл, вдруг упал, побелел, что первый ваш диагноз. Как правило, первый диагноз – это разрыв селезенки, вот это то же самое. То есть, как правило, если это острая патология, это разрыв селезенки. Почему? Вы должны понимать, что нормальная селезенка, которая в норме должна быть вот такого размера, по толщине такая, да неважно, он с седьмого этажа или с восьмого упал, он все разобьет, но селезенка останется на месте. Но если у вас селезенка уже с мою ладонь, она разорвется, вероятнее всего. Но это значит не проблема в селезенке, то есть селезенка – это симптом. У вас есть какое-то основное заболевание, которое спровоцировало селезенку стать таким размером, хорек упал и разорвал эту селезенку. Соответственно, вы должны понимать эту взаимосвязь. Просто так селезенка нормальная никогда не разорвется, крайне редко. Значит, соответственно, с пленами галии молодого возраста на фоне заболевания, если у вас приходит хорек с инфекцией, неважно какой, коронапарва, грипп, у них, как правило, сразу увеличивается селезенка, лимфома, увеличивается селезенка, и вы должны понимать, что это ненормально. Или вы привили хорька, они приходят вам через 2 недели, говорят, он потолстел, вы его щупаете, он не потолстел, но селезенка у него в 2 раза больше от того, как вы его привили. Значит, у вас есть какая-то проблема, и селезенка вам показывает, что есть проблема. Значит, спленами галии среднего и старшего возраста. Опять же, до того года считалось, что спленами галии это нормально. Ну, большая и большая, ну, ничего страшного. С этого года считается, любая спленами галии даже старшего возраста, это вам намек на то, что у вас есть какая-то проблема с кровью, иммунологическая проблема, какое-то хроническое заболевание, она просто так все равно не увеличивается. Не может быть клинически здоровый хорек, но у него 400 грамм весит селезенка, это ненормально. Значит, новообразование селезенки, да, основная проблема, когда вы уже диагностировались спленами галии, говорите, что у них подозрение на новообразование селезенки, они приходят к вам белые. Так, как правило, значит, вскрылась опухоль на селезенке, да, и он просто-напросто скровил буквально там за 20-30 минут. Значит, иногда у них крайне редко бывает сальмонеллез, компилобактериоз, или так называемый кровавый понос, сейчас практически в Москве он не встречается, да, потому что они сразу же начинают их чем-то лечить, то от лямбли, то от кокцидии, как правило, они уже получают антибиотики, когда родились, вот, поэтому до сельмонеллеза с компилобактером, но если у вас кровавый понос несколько дней, естественно, вы будете в анамнезе видеть анемию. Хронические постгеморрагические анемии с ней сложнее, да, потому что все, что хроническое, требует более глубокой диагностики. Мы всегда забываем про блох. Казалось бы, ну, хорьку, у хорек, конечно, уникально словит на себе любую блоху, когда он молодой, здоровый хорек. Когда он уже вафлей размазня, и у него уже вот такая селезенка, да, ему не до того, чтобы выкусывать там на каком-то конце у себя блоху, а если с ним живут собаки и кошки, а, как правило, они живут все вместе, да, или они живут на первом этаже, а там соседка, и у нее 18 кошек, да, как правило, он будет весь в блохах. Или они в клинику приходят здоровые на вакцинацию, уходят с полным комплектом. Вот, соответственно, инфестация блохами длительная, естественно, нездорового клинического животного приводит к анемии довольно-таки значительной. Паразиты ЖКТ, это гельминты простейшие, но, как правило, то, что мы из простейших видим, это криптоспоридии часто. Вот сейчас в основном криптоспоридиоз идет, не знаю почему, да, он у человека не лечится, у них он тоже, либо он сам проходит, либо он не лечится никогда, криптоспоридиоз. Либо это кокциди, редко у хорьков бывает лямбли, а бывает все вместе сразу, да, все зависит от того, насколько хороший заводчик был, он им придаст силы. Вот. Язва желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника. Вот все книги, которые вы будете читать буржуйские, они все пишут о язве желудка. Все американские врачи, которые работают с хорьками, у них у всех встречается язва желудка. Я язву желудка, как язву желудка, не видела никогда. Всегда вижу язву 12-перстной кишки. Может, у нас особенные хорьки. Вот. Соответственно, у 12-перстной кишка намного чаще. Крайне редко, но бывает, толстого кишечника отдела, да, то есть поэтому не забывайте этот орган тоже проверять. Значит, что способствует язве желудка у хорька? Стресс. Ну, не может стресс, как стресс, вот вызвать прям вот настолько изменения в стенке, да, слизистой оболочкой. Как правило, там есть хеликобактер, да, и пролиферация хеликобактера, даже если он в норме там присутствует, может вызвать истончение стенки и язву. Прием стероидов. Если у вас инсулином, он получает у вас преднизолон орально год, два, три. Ну, естественно, у него будут какие-то изменения в стенке происходить. Прием препаратов через рот. Есть два типа врачей, которые занимаются хорьками. Все через рот и все не через рот, да. То есть те, кто колют, все в абсцессах, а те, кто в рот дают, все в язву. Да, соответственно, вам нужно, вы не можете назначить хорьку за один прием 8 препаратов. Пускай они все нужны. Нужна кокорбоксилаза, рибоксин в рот, семя льна, еще чтобы он выпил какой-нибудь там витамин Е, еще бы зонтака, еще это залить еще чем-то, еще выпить антибиотик, так не может быть. Не может здоровый организм, вы не можете выпить столько таблеток. С какой стати должен их выпить хорек? Поэтому любой чрезмерный прием препаратов через рот, скорее всего, вызовет у вас язву. Потому что вы и так уже, вы же не просто так назначили таблетки, да, соответственно, у вас уже болеет хорек. Хронические заболевания ЖКТ. Ну, естественно, если у вас ВЗК, то есть английская бедия или воспалительные заболевания кишечника, то есть это неизвестная теология, да, там, плазмоцитарная инфильтрация кишечника, лимфоцитарная, да, или единофильная, то у вас может быть язва желудка. Хроническая почечная недостаточность. Как правило, это терминальная стадия. Если у кошек, ну, как бы раньше появляются язвы, еще вы способны полечить кошку, да, и она еще может некоторое время с уремией прожить, то у хорька, если у него уже язва образовалась, вы уже не успеете полечиться, он, скорее всего, погибнет в течение двух-трех недель. Ну, нефропатия, гидронефроз. Любая хроническая нефропатия, неважно, это нефропатия аутоиммунная, то есть гламеролонефрит, либо это нефропатия, связанная там с приемом препаратов или еще с чем-то, может сопровождаться микрогематурией. Соответственно, микрогематурия неочевидна, вы просто будете некоторое время в каждом анализе мочи видеть кровь системно, да, и у вас будет анемия. Вот, и гидронефроз, самое частое осложнение, которое мы видим после стерилизации хорьков, да, хирургической. Наверное, у всех это, ну, не знаю, наверное, надеюсь, у всех это было. Соответственно, когда мы легируем яичник, мы легируем нередко мочеточник. Это никогда не проявляется сразу, как у собаки и кошки. Если вы залегировали мочеточник у собаки и кошки, к вам эта собака и кошка уже, скорее всего, с болью, с температурой, с аллигурией, придет уже в течение недели, и воделец будет понимать, кто виноват. А у хорька он может прийти через год с гидронефрозом. И вы так, гидронефроз! Но ума вы должны понимать, это вы натворили. Вот, это не просто гидронефроз, ниоткуда взявшийся, это ваших рук дело, но просто вам хорек дал некоторое время. Иногда бывают кистозы. Вот кистозы могут превращаться в гидронефрозы, и вот тогда, да, но тогда кистоз, как правило, пальпируется доль. Если это внутрепеченые почечные кисты, вы, конечно, их никогда не запальпируете. Это надо делать УЗИ, это дорого для владельца, который просто так пришел на осмотр. Но с кистами надо быть, ну, с почками надо быть всегда аккуратнее. Так, значит, они... Это моя собака! Мужу я не буду включать там детей, ну, как это положено, нет-нет, только животные. Так, значит, мы поговорим о немеи, следствие нарушения образования ретроцитов и гемоглобина, да, или так называемые гипопластические-апластические анемии. Самые сложные, да, самые неприятные. Значит, анемии, следствие нарушения образования ретроцитов и гемоглобина, гипопластические-апластические. Самые частые случаи, которые вы будете видеть у харьков, это эстроген-индуцированная анемия, андроген-индуцированная анемия. В связи с тем, что в Москве Кастрируют их, неважно каким способом, мы ее уже не видим, как правило. Но раньше, лет 5 назад, это был бич, они все приходили с этой анемией. Теперь, как правило, это там, где еще нет телевидения. Вот такие точки. Это гиперадренокортицизм, это новообразование пухолей и рост надпочечников, это лимфома, это хроническая почечная недостаточность, это медикаментозная анемия, о ней мы поговорим. Анемия на фоне дефицита витаминов группы В, В1, В7, В12. Мы про то, что интересно, мы поговорим. Я не буду рассказывать прям про ХПН, то есть не имеет никакого значения. Вы все это знаете. Может быть, половину из того, что я расскажу, вы знаете, мы не будем на этом останавливаться. Я расскажу о том, о чем вы не задумываетесь, когда вы диагностируете анемию. Что мы не диагностируем? У нас руки не доходят обычно. Это парвовирусная инфекция хорьков или алиутская болезнь хорьков, коронавирусная инфекция. И отравление цинком и свинцом. Но кто из вас ставит это в диагноз? Никто. Ну, как правило, да, это не то. Я, конечно, у каждого владельца спрашиваю, из какого сосочка у него пьет хорек воду. Из металлического или пластикового они удивляются. Ну, я так, из пластикового. Хорошо, дальше идем. Значит, редкий. Соответственно, редкие случаи анемии. То есть неопластический синдром, связанный с опухолями любого другого генеза. То есть это не лимфома, а какой-то другой системный рак. Крайне редко у них случается. Вернее, у них много раков, они редко метастазируют. Туберкулез, опять же, забытая для них болезнь, очень часто встречается. Отравление ядами и родентицидами, они обычно такое не едят. Они резину любят, но яда нет. Отравление растениями тоже. Опять же, мы всегда спрашиваем, есть ли у них растения, да, доступ к растениям, там, к лилейным, например. Потому что они могут вызывать анемию. Значит, анемия вследствие нарушения образования элитроцитов, гемоглобина или железодефицитной анемии. Анемия молодых хорьков на фоне потребления промышленных кормов для собак. Никто не нашел корреляцию, почему так. Вроде и сочетание железа там нормально. Но корма по какой-то причине что-то, содержащее в собачьих кормах, ингибирует усвоение железа через желудочно-кишечный тракт. Поэтому если к вам приходит молодой хорек с анемией, но в анамнезе у него не хорячие собаки и кошачьи корма, как принято кормить их, да, а собачьи корма, вы можете уже в диагноз поставить, что у вас, скорее всего, железодефицитная анемия. И если вы их переведете на корм для кошек или для хорьков и саплементируете немножко там железом, да, соответственно, это анемия пройдет. Да, так такое встречается. Анемия на фоне дефицита витаминов группы В. Как так вообще? В наш век прогрессивный дефицит. Значит, белок яиц содержит эвидин, который блокирует синтез биотина, В7. Вот вам и анемия, да, те, кто часто кормит яйцами, да, могут иметь анемию. У молодого хорька, это, как правило, не будет у старого хорька, у него там других проблем много. У молодого может быть, потому что он растет. И однодневные цыплята и сырая рыба содержат тиаминазу, разрушающий тиамин В1. Раньше считалось только рыба, теперь и цыплята. Поэтому если к вам гордые заводчики приходят, да я цыплятами кормлю, вы ему, опа, нельзя. А он говорит, а почему нельзя? Вот, вот потому нельзя, да, потому что у вас, скорее всего, будет анемия на фоне вскармливания этих цыплаков. Медикаментозная анемия. Опять же, вы когда что-то назначаете, вы хотите хорошо. Но иногда вот вы назначаете это хорошо, потом раз в анализах крови анемия. Как правило, у нас это бывает с цифалоспоринами. Мы назначаем, как правило, у хорьков, которых МЭМ или подозрение на инфекцию восходящую, да, связанную с неврологией. А потом под итог, он пришел с нормальным гемоглобином, с нормальными ретроцитами, мы цифалоспорин 3 недели, через 3 недели у нас анемия. Ну, ты умом понимаешь, почему это анемия, да, и она обратимая анемия, да, то есть как только ты отменил препарат и саплиментировал их нужными веществами, да, соответственно, анемия пройдет. Но всегда, когда вы назначаете длительным сроком, естественно, неоднократно на операцию, когда вы это сделали и больше забыли, но это цифалоспорин и пенициллин и левомизол. Редко им кто пользуется, некоторые пользуются. Альбиндазол, фенбиндазол часто их пользуем, да, значит, гепарин и вермектин. Ну, как правило, цифалоспорин и пенициллин, фенбиндазол и вермектин, то, что вы можете использовать часто у хорька, да, особенно вермектин, кто лечит отодектос системно, да, или у кого есть хорьки с дирофилериозом, потому что хорьки с дирофилериозом каждый месяц получают и вермектин, и как побочный эффект у них анемия развивается. Я не знаю, у вас много хорьков с дирофилериозом? Ни у кого нету? Ну, вот у нас зато только год штук 8-9 уже было, вот в этом месяце уже двое дирофилериоза, может быть, просто вы его не, да, может быть, они к вам приходят уже с системной одышкой, с симптомами сердечной и дыхательной недостаточности, как правило, они погибают через некоторое время после приема, вот, но на рентгене это отек легкого, выпад, до УЗИ сердца вы не доходите. А, как правило, надо сделать просто УЗИ сердца, и вы увидите там их копошахщихся уже в большом размере. Поэтому дирофилериоз мы обязательно сейчас всех с респираторной недостаточностью или сердечной недостаточностью проверяем на дирофилериоз, да, то есть антиген, антитело, и смотрим. Мы стараемся, как бы, просить наших УЗИ-стов просто бесплатно, они ставят датчик, смотрят, есть там особи или нет, взрослые. А селомектин или хорьков нет более какого-то адекватного препарата? Для профилактики он у вас, вы должны сочетать пипетки с селомектином и вермектин каждый месяц, и еще диффузоры от комаров в розетку, потому что ваш хорек с дирофилериозом, если у него есть и самки, и самцы, то есть если он положительный на микрофиллярий, значит, они в нем размножаются, значит, он источник инфекции для вас, для собак, для кошек и для всего района. Поэтому если у нас приходит хорек с дирофилериозом, и мы получаем, что он положительный только на взрослых форм, да, то так и микрофиллярий нет, тогда мы даем живите спокойно, сколько хотите, только не ешьте его. Если мы получаем тест положительный на микрофиллярии, мы вначале разговариваем с ним об усыплении, да, о гуманном, потому что это риск для них, да, так как мы все равно врачи работаем с клиентами, не предупредить о том, что они могут заразиться нельзя, потому что им потом об этом скажет терапевт, да, что, ух, у вас сердце гельминты, у вас хорек, вот, и тогда мы говорим об аутаназии, если они не аутаназируют, тогда протокол какой? Ивермектин каждый месяц, потому что адольтициды не имеет смысла давать, их там уже столько много, что он погибнет от тромбоэмболии, поэтому ивермектин каждый месяц, пипетки на холку каждый месяц, диффузор в розетку, и если они выезжают за город, то тогда это вот эти ароматические петли от комаров, чтобы никаких комаров, никакой передачи не могло быть, да, но они понимают, то есть мы рассказываем, что они биологическое оружие, что это практически оспа, вот, и когда, если они понимают, что это оспа, да, они ведут себя грамотно, если они не понимают, как правило, они усыпляют, потому что они боятся сами заразиться, и особенно если у них есть дети. Так, значит, отравление цинком, да, когда оно происходит, значит, источник, естественно, глиниризированная металлическая сетка, которую используют для вольеров, как правило, сейчас некоторые владельцы используют вольеры, а не клетки, да, они их строят, и что делает хорек? Он везет себя как грызун, он грызет эту клетку, чтобы выйти наружу, и вот когда он, соответственно, часто контактирует орально, да, первое, что они обычно замечают, владельцы, это просто маленькие язвы от контакта, они сами понимают, что он у нас грызет сетку, и у него язвы от контакта, они думают, что это механическое раздражение, это отравление цинком, только на местном уровне, он прижигает слизистую оболочку, да, вызывает некроз. Значит, что еще может быть? Керамическая посуда, то есть как бы, если он всю жизнь пил из одной миски керамической, у него может быть высокое содержание цинка, да, потому что керамика отпускает цинк в воду, да, при диффузии. Типографские краски газеты редко бывает, ну, объясню ситуацию, некоторые, ну, экономично стелят газеты в лотки, в углы, да, там 8 туалетов у хорька по комнате, 8 газетных листков. Хорек пописал, что он любит делать, когда ему за 4 года, он любит полакать свою мочу, он лакает ее с краской типографской каждый раз, и если он лакает эту краску на системной основе, да, то, соответственно, девушки скуксились, да-да, если вы их целовали в рот, помните, он пил мочу до, вот, соответственно, если он лакает постоянно с газеты, да, то, скорее всего, у него будет отравление цинком, потому что основной, основная в краске это цинк, да, помимо свинца, который тоже может быть в краске. Значит, что вы будете видеть при отравлении цинком, о котором, как правило, мы не думаем? Это анемия, литаргия, слабость задних конечностей, все как обычно у хорька, печеночная недостаточность, почечная недостаточность, анурия, смерть. Значит, диагноз тяжело очень поставить, вы можете только предполагать, потому что вам нужно, нету норм цинка в крови, она не показывает истинного положения дела, вам нужно смотреть накопление, да, соответственно, тут сложно, как с птицами, надо смотреть накопление, а не сыворотку, соответственно, вы смотрите в печени и почках биопсии, обычно до этого никто не доходит, он и так умирает от анемии, еще биопсию ему делает, да, но проанализировать анамнез вы должны, да, и всегда, если у вас есть отравление цинком, у вас всегда будет низкое железо. Так, анемия на фоне инфекции, это опять же мой хорек все спит 20 часов в день. Значит, коронавирусная инфекция, так называемый ФИП-хорьков, да, и парвовирусная инфекция, это олеудская болезнь хорьков, я их почему вместе объединила, у них есть что-то общее, что-то раздельное, значит, давайте поговорим об общем, есть три формы этого заболевания, да, значит, прогрессивная инфекция, то есть инфекция развивается, они, как правило, погибают, персистирующая непрогрессивная инфекция, то есть она есть в организме, они инфицированы, но она не развивается, а есть инфекции неперсистирующие, непрегрессивные, с освобождением от вируса, то есть они самовылечиваются, Вот эта группа крайне редка, но бывает. Как правило, молодые животные, острые формы, они погибают. То есть если они заразились парва или корона, они погибают. Значит, у взрослых животных это синдром хронического истощения. То есть то, что характерно, например, для лимфомы. То есть он вроде ест, но неохотно, вроде бегает, но немного, вроде как бы и ест, но худеет, у него атрофируется мускулатура. То есть вы будете видеть неспецифическую клинику. Хроническая потеря веса, слабость, анемия, полиорганная недостаточность, восходящий парез, паралич, как правило, связанный с мышечной атрофией, нежели с дегенерацией нервов. Ограничение в доступности тестов, что на одно, что на другое, мы об этом поговорим. Нет протоколов лечения. Обычно назначают иммуносупрессию, потому что оба заболевания вызывают образование иммунных комплексов. Это преднизолон довольно-таки в высокой дозе, 2 мг на килограмм. Нет вакцинации. Давайте сразу поясним, что касается коронавирусной инфекции. Почему он получил название ФИП? Потому что это ferret infectious pertinitis. То есть действительно это хорячий инфекционный перитонит. Он имеет такую же клиническую симптоматику, как и ФИП кошек. Но коронавирус хорячий не имеет отношения к коронавирусу кошачьему. Это все родственники, все коронавирусы родственники. Но это не тот же самый вирус. То есть он именно хорячий. Если у вас, например, есть кошка с ФИПом, у нее есть коронавирус, фиповый коронавирус, и у вас есть хорек. И через некоторое время вы видите у хорька симптоматику ФИПа. То скорее всего может быть, что кошачий коронавирус перешел на хорька, мутировал в нем и вызвал ФИП у хорька. Либо тот же самый коронавирус хорька, который в норме может быть, это так вирус, который вызывает ЖКТ проблемы, диарея у хорька, он тоже мог трансформироваться, мутировать и вызвать ФИП. Но когда вы подозреваете коронавирус хорячий, не надо делать коронавирус собачий и кошачий как тесты. Они не покажут вам ничего. Соответственно, вам нужен хорячий. То же самое, что парвовирусная инфекция. Все мы знаем, что есть парвовирусы собак, вызывающие диарею. Все, кто подозревает парвовирус, начинают проверять собачьими тестами на парвовирус. Или норочьими тестами на парвовирус. Это не то же самое, это то же семейство. Но вирус относится только к хорькам, он хорячий. И тесты, которые мы делаем у норок и у собак, они не дают нам диагноза на парвовирус у хорьков. Теперь поговорим о различиях. Парвовирусная инфекция или олеутская болезнь хорьков, не норок, хорьков, разные животные, разные болезни, характеризуется образованием иммунных комплексов и лимфоплазмоцитарной инфильтрации. Как правило, пневмония может быть только у молодых, поэтому они от нее и погибают. Гламеролонефрит – основное заболевание, сопровождаемое парвовирусом у хорьков. Билярная гиперплазия реже встречается. Опять же, вы билярную гиперплазию можете поставить только гистологически, больше никак. Артериит тоже можете поставить только гистологически, либо очень хороший УЗИС может его заподозрить. Но очень хороший, с хорошей машиной. Сопровождается лимфоаденопатией висцеральной, то есть увеличиваются не вот эти поверхностные лимфоузлы, которыми принято считать увеличивающие, увеличиваются висцеральные лимфоузлы. Соответственно, у вас может быть гипергаммоглобулиномия. Если нет денег, это основной тест, который вы можете провести, чтобы придвинуть себе поближе диагноз. Значит, почечная недостаточность, они погибают, как правило, от почечной недостаточности. С пленами галии, атрофии мускулатуры, кахексия. Тесты делает компания Викон, это ПЦР-тесты по слюне мочи и калу, потому что вирус из всех известных путей заражения может быть, поэтому можете заказать, купить их, привозят сюда, можете делать. Но с тестами какая засада? ПЦР грязный, да, то есть это такое поле, то, что у вас положительный, не всегда означает, что положительный, и то, что у вас отрицательный, не всегда означает, что он отрицательный. И нет более современных тестов, потому что основной тест – это гистология. Вот гистология вам покажет, все остальное нет. Значит, что касается почечной недостаточности, почему я ее выделила? Как обычно бывает с парвовирусом? Ну, вот я вам расскажу клинически, просто проще понимать. Обычно приходят здоровые хорьки на кастрацию. Вы смотрите, все хорошо, нормальный хорек, 6-8 месяцев, да, вы планируете анестезию. Хорошо, если у вас есть газовая анестезия, вы сделали опиоиды до, потом изофлюран или опиоиды, нестероиды, изофлюран, либо пропофол, нестероиды, изофлюран, и все, как правило, манипуляция короткая, проходит быстро. Но если вы сделали сочетание залетил-медитамидин или залетил-ксилозин, то есть те препараты, которые нефротоксичны, первое звено, а еще потом назначили мелоксикам на 3 дня, соответственно, через неделю к вам приходят владельцы, говорят, мы из кастрации-то все нормально, да, семенники заживают, как бы из наркоза он вышел, но он у нас уже 4-5 день не ест и плохо себя чувствует. И вы начинаете понимать, что вы что-то натворили, да, вы берете кровь, и вы видите, что у него креатинин уже 150-200, да, что у него почечная недостаточность, вы спровоцировали эту почечную недостаточность, вы просто так у здорового хорька ее не спровоцируете, потому что обычно, ну что, мы все делаем либо болю с подкожей, либо капаем их несколько дней, да, либо они много пьют, мы их заставляем пить. Значит, у вас уже была проблема с почкой, вы сделаете УЗИ, посмотрите на наличие поликистоза или врожденной аномалии, но если у вас, скажет УЗИ, диффузные изменения, скорее всего, у вас паровирус. И вы просто запустили механизм болезни, он с ним жил-жил-нетужил, вы сделали ему кастрацию, вы получите паровирус с клинической симптоматикой. Если вы справитесь, то есть заблокируете болезнь, то, может быть, он проживет. Но владельцу вы должны сами объяснить, да, что вот так, что я как бы не хотел, но так получилось. Вот это самая основная проблема, к которой они приходят. Никто, ну, как бы, рутинно мы же не берем кровь, если это молодой хорек, здоровый, до, потому что это удорожает процесс для владельцев. Коронавирусная инфекция, ФИП, да, идентичен ФИП кошек, да, сопровождается расстройством желудочно-кишечного тракта, изначально так начинается. Это хроническая диарея, то есть вы все исключили, диету поменяли, ВЗК исключили, даже биопсию взяли, паразитов у вас нет, ничего там, просто пролечили эмпирически против язвы, ничего не помогает, то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Крайне редко бывают бруксизмы рвота и респираторная симптоматика. Иногда сопровождается лихорадкой, да. Значит, отмечается зрелый лейкоцитоз, анемия, спреномегалия, гепатомегалия, реномегалия, да, то есть увеличивается все в размере, объемное образование брюшной полости, или так называемые массы, которые ошибочно принимают за висцеральные лимфоузлы. То есть вы щупаете, вы щупаете вот такие овальные образования по всему периметру кишечника и думаете, ну, брюшечные лимфоузлы такие огромные, наверное, это лимфома, да, или вообще просто увеличение лимфоузлов в ответ на инфекцию желудочно-кишечного тракта. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, вот эти объемные образования, это не лимфоузлы, и, скорее всего, вы имеете дело с коронавирусом. Вы можете пропальпировать отдельно лимфоузлы на брюшейке. Они, как правило, могут быть и не связаны друг с другом. Но, естественно, вам проще будет видеть, когда вы откроете диагностический, и посмотрите это вот. Один раз увидев, вы никогда не забудете, как это выглядит. Асцит, да, то, что их объединяет с ФИПом. Значит, тесты делает только Мичиган, Мичиганский State University, университет, но они не высылают тесты, к ним надо посылать биопробы. Соответственно, пока это сложно, но вот сейчас Неовет ведет с ними переговоры, они будут всю панель для харьков закупать, и с этого года они хотят делать все тесты для харьков. Значит, лечение. Вот для коронавируса лечение более-менее эмпирическое есть. То есть это антибиотикотерапия, потому что у вас повреждены все лимфоузлы, и у вас объемное образование, есть лихорадка. НПВС, просто как нисколько обезболен, сколько противовоспалительный препарат длительного применения, хорошо харьки их переносят. Рибавирин, да, как противовирусный препарат, интерферон, альфа и бета, и преднизолон. Но преднизолон только на короткие курсы. То есть в начале терапии можно улучшить его общее состояние, но потом лучше снизить, потому что иммуносупрессия будет выше, чем ваше польза от лечения. Дальше идем. Анемия на фоне избыточного количества половых гормонов различного генеза. Неважно, да, мы все знаем уже, кто лечит харьков, что они у нас различные. То есть все, что к вам обычно приходит, это лысый харек. Индроген-индуцированная анемия или андроген-индуцированная анемия, то есть то, о чем рассказывал Сергей Олегович в этом году, это гиперадренокортицизм или новообразование, опухолевой рост надпочников. Все вот это приводит к тому, что продуцируется высокий уровень половых гормонов, производимых как половыми ганадами, то есть яичниками, семенниками, так и надпочниками. Все это приводит к аплодии ретроидного ростка красного костного мозга и нерегенераторной анемии. То есть условно говоря, половые гормоны, неважно, где они образуются, половые железы или это надпочечники, они приводят к угнетению костного мозга. Основное то, что они угнетают, это ретроидный росток. У вас не образуются эритроциты. В случае избыточной физиологической эстрогении, андрогении, то есть когда у вас фактически гон у животных, степень анемии зависит от времени нахождения птички в гоне. То есть месяца вы не будете никаких изменений, больше месяца вы будете видеть уже какие-то изменения. В случае гиперадренокортицизма, опухолей надпочечников, степень анемии зависит от злокачественности процесса. Естественно, если у вас гиперфункция надпочечников, то у вас навряд ли будет анемия. А вот если у вас карцинома надпочечника, то, скорее всего, гормонов очень много, и, как правило, будет угнетение костного мозга. Значит, подход к диагнозу лечения физиологической гиперэстрогении. Ну, тут не надо диагностировать. Если животное у вас в течке, оно в течке. Если у вас хорёв в гоне, то он в гоне. То есть вам просто рассказывают, что он в гоне уже 6 месяцев, 8 месяцев, 10 месяцев и так далее. Вы должны понять, что длительное более 1 месяца считается. Нахождение в гоне может привести к проблеме. Развивается нерегенераторная анемия. На крайних стадиях это панцитопения, то есть уже ничего нет в костном мозге. Высокий уровень тестостерона и страдиола в крови. Но вам не до этого, не до того, чтобы тестировать кровь. Задача вывести из гона и скорректировать анемию. Как вы будете выводить из гона? Это либо человеческий хорионический гонадотропит в дозе 550-100 единиц на килограмм веса, либо это суприларин импланты, либо это хирургическая кастрация. Что касается человеческого хорионического гонадотропина. Он эффективен на любой стадии течки. Но единственное, что может быть быстро на него образоваться антитела, потому что он человеческий. Однократное введение может привести к улучшению процесса, то есть течка будет приостанавливаться, а потом выработаются антитела, и все, он будет больше неэффективен уже на второй инъекции. А вам нужно сделать две инъекции с интервалом в 10 дней. Соответственно, с ним вопрос. Суприларин импланты. Прекрасная опция. Вы поставите его, но он у вас начнет действовать только через две недели. Соответственно, вам две недели надо продержаться. Две недели вам надо корректировать вашу анемию, чтобы он никак не умер за эти две недели. Более идеальный вариант – хирургическая кастрация, потому что на третий день уже гормоны упадут, он кастрирован. Но у вас уже, как правило, хорек в такой стадии анемии, что ему уже кастрация не особо поможет. Ему нужно переливание, 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 и потом может быть кастрация. Поэтому все-таки лучшей опцией является суприларин. Вы лучше две недели продержитесь, чем кастрируете. Подход к диагнозу лечения гиперадренокортицизма и опухолей надпочечников. Ну, приходит стандартно. Солопеция, атрофия мускулатуры, половым поведением укастрированного животного, простатитом, аденомой простаты, новообразованием молочной железой, почечной недостаточностью, печеночной недостаточности, гипертензией. То есть это все, что вам сулит надпочечневый комплекс. То есть если у вас есть гиперадренокортицизм, вы будете все вот это видеть. Будет нерегенераторная анемия, опять же, потому что ваши гормоны угнетают костный мозг. Значит, что вы смотрите в крови? Половые гормоны, производимые надпочечниками. Это 17-H-прогестерон, андростандинон и эстрадиол. Посмотрели, убедились, лечите. Лечение – это супрессия гормонов, вам надо снизить их. Вы, конечно, их уже не уберете, потому что надпочечники – парный орган. И пока вы до них доберетесь, много времени пройдет. И коррекция анемии. То есть медикаментозный – это мелатонин в дозе 2 мг на килограмм каждые 24 часа 4 месяца. Больше он просто неэффективен. Соответственно, если у вас слабая анемия и нет денег у владельца, вы можете посадить их на мелатонин. Суприларин, опять же, помните, что он начинает работать через 2 недели. И в случае рака надпочечников он особо неэффективен. И, естественно, лучший случай адреналоэктомии. Но, опять же, если у вас степень анемии большая и уже нерегенераторная, иногда это не имеет уже смысла, потому что процесс уже запущенный. Лимфома. Все знаем этих хорьков, которые приходят вот с такими лимфоузлами. То есть это подчелюстные, краниальные шейные, каудальные шейные. Как правило, если это такая форма, она очевидна. То есть все приходят в лимфоузлах вот таких, и, как правило, мы знаем, что это лимфома. Но одно из самых распространенных заболеваний у хорьков сложно диагностировано. Как правило, они недодиагностированы. Вы можете подозревать, опять же, синдром хронического истощения, но не понимать, что это лимфома, потому что онкомаркеров у хорьков нет. Может поражаться один лимфоузел или несколько лимфоузлов, один орган или несколько органов, кровь и костный мозг. То есть совершенно палитра для лимфомы любой орган. Может быть аберрантная, то есть нетипичное положение лимфомы, то есть то, что вы не ожидаете. Это глаза, сердце и почки. То есть крайне редко на это мы смотрим. Какие формы выделяет? Элементарную, то есть с поражением желудочно-кишечного тракта. Медиастенальную вы видите массы, такая хорошо диагностируемая на рентгене. Вы смотрите, видите массу краниальной сердца, как правило, это лимфома. Мультицентрическая, то есть это, как правило, везде, как правило, это все равно органы желудочно-кишечного тракта, печень, селезенка. Это кожная, она единственная, которая хорошо лечится химиотерапией, очень благодарная форма кожной лимфомы. И не связанная с лимфоузлами, то есть так называемая аберрантная. Вот это аберрантная, то есть вот эту вот снимку два дня назад, это Галя моя. Вы видите оба глаза, то есть им лечили кератит другой клиники. По поводу кератита, да, уже второй месяц они лечатся, у них, их беспокоит владельцев только одно, что у них гиперемия на веке. Ну, то есть они не понимают, они говорят, красная века. Вот, но если вы посмотрите, то и здесь века уже заходит, да, до нормального состояния. Вот это лимфома, с ней ничего сделать нельзя, вы ее можете отрезать 25 раз, ничего не получится. И, как правило, как к нам, они приходят уже после офтальмолога, прооперированные 3-4 раза. Ему удаляют, все хорошо, да, назначают капли, 2 недели проходят, им опять удаляют. Они приходят, и потом они уже говорят, ну нет, идите к врачам по экзотам, разберутся. Вот, но мы сразу говорим лимфома, да, то есть вариантов нету никаких, вот так она выглядит. Значит, в некоторых случаях подтверждается связь лимфомы с ретровирусами, но мы знаем, что все раки, которые у нас связаны с кровеносной лимфатической системой, они завязаны на ретровирусах. Будь то лейкемия, да, у человека, у обезьяны или коз-кошек, как правило, все завязано на ретровирусах. Это самые онковирусы, которые есть вообще. Связь с аллеутской болезнью хорьков и вирусом кошачьей лейкемии не подтверждается. Раньше считалось, что если есть лимфома, есть и аллеутка. Сейчас нет, так не считается. Значит, ювенильная форма, острая, мультицентрическая, может сопровождаться лимфоцитозом. Наверное, единственная форма у молодых хорьков, которая может сопровождаться лимфоцитозом. Взрослая форма медленная, да, она относится к медленной болезни. Обычно поражаются только органы желудочно-кишечного тракта и больше ничего. Лимфобластная форма, то есть, когда вы видите, когда самое хорошее для цитологов и гистологов, когда взяли мы коспункцию костного мозга, они говорят, ой, там все в бластах, все в бластах. И все, и ты понимаешь, что ты король. Но вот эта лимфобластная форма, она более характерна для молодого возраста, если вы успели. Может крайне редко встречаться и у взрослых хорьков. Клинические признаки не специфичны, то есть, зависят от органа поражения. То есть, если ЖКТ, ЖКТ, кожа, кожа, глаза, глаза. Это литаргия, диарея, респираторное недостаточное, снижение аппетита, анорексия, анемия. Опять же, нерегенераторное, то, что нас интересует. Лимфоденопатия, лимфоцитозная тропения, тромбоцитопения. То есть, ну, подо все подходит. Вот если вот так вот классически подходить к хорьку, вот любое болезнь, у хорька вот так он выглядит. Заболевание сопровождается аплазией костного мозга, анемией. Почему при лимфоме это происходит? У них два типа механизма. Первое, за счет моноклональной пролиферации лимфоцитов в костном мозге. Они просто занимают все пространство в костном мозге. И такая форма хороша для диагностики. Вы взяли костный мозг и подтвердили наличие лимфомы. У вас другого варианта подтвердить ее нет. Да, соответственно, за счет парциальной красноклеточной аплазии, аутоиммунный механизм. То есть, о ней мы поговорим чуть попозже. То есть, есть два типа. За счет пролиферации лимфоцитов, за счет аутоиммунно-гемолитической анемии. Значит, что мы делаем? Рентген УЗИ, объем грудной полости, выпад в грудную полость, объем брюшной полости. Все это мы видим. Диагноз только биопсия гистологии либо лимфоузлов, либо селезенки, либо костного мозга. Потому что так как у нас с вами онкомаркер взять какой-то определенный белок и посмотреть на лимфому, до сих пор нет. До сих пор. Значит, лечение лимфомы мы отправляем к онкологу, мы этим не занимаемся. Потому что каждый занимается тем, что он умеет. Но обычно два протокола они используют. Это сочетание преднизолонной венкристинной циклофосфамида. Сейчас современные онкологи еще добавляют доксиробицин, метатриксат и аспаргеназы. Больше на ферментах. Дальше идем. Значит, анемии вследствие сильного кроверазрушения. Так называемый гемолитический анемий. Очень сложный у хорьков, потому что у хорьков гемолиза нет. Вот. Значит, почему нет классического гемолиза? Нет. У них нет тех признаков, которые наблюдаются у собак и кошек. У них нет шестоцитов и сфероцитов и нет аутоаглютинации. Соответственно, это анемия исключение. Вы можете косвенно посмотреть билирубин, вы можете посмотреть мочу. И косвенно понять, что у вас... Или посмотреть микроскопы, посмотреть, что они разрушены. Но то, что классики шестоцит и сфероциты, вы этого не увидите у них. Анемия вследствие сильного кроверазрушения пищевая. Она приобретенная. При поедании лука и чеснока. Вы будете смеяться, но есть владельцы, которые кормят со стола. Некоторые добавляют порошки, магии и так далее. Они все содержат луковый порошок и чесночный порошок. Кажется глупостью, но они травятся. Кто системный на натуральной пище, не натуральной пищей, правильной, а натуральной пищей со стола, может иметь эту анемию. Можно заподозрить, соответственно, луковый. Я не знала, это нам тоже опасно. Когда прочитала, расстроилась. Что вы видите? Определение телец-гейнца. Это единственная, наверное, характеристика, когда вы будете видеть в сельсах включения. Я так и не поняла, как правильно гейнца или хейнца. Потому что и так, и так. Паразитарное. То, что мы видим, но, как правило, мы не подозреваем. Пироплазмоз, гембартонеллез и дирофилериоз. Почему? Хорьки болеют всем. И пероплазмой, и гембартонелл, и дирофилериоз. Заражение, собственно, такое же, как у всех плотоядных. Но просто у них никогда не бывает яркой клинической... Они болеют, как лисы примерно, как волки. То есть механизм их заложен так, что они не позволяют пероплазмам, гембартонеллам размножаться настолько, насколько вызывать болезнь. Поэтому вы в крови их увидите. И вы их лечите так же, как вы лечите пероплазмоз, гембартонеллез и дирофиллярию. Но они и есть, и вы должны их в сезон включать в диагностику. То есть если у вас приходит хорек, как правило, желтушный хорек в сезон, пик клещевой или в пик с блохами, проверьте на пероплазму гембартонеллу. Потому что пероплазму я крайне редко вижу, а гембартонеллу довольно-таки часто. И мы их просто лечим, как гембартонеллез кошек, и все. Так, значит, единственное задокументированное аутоиммунное анемия, или так называемая парциальная красноклеточная аплазия, это pure red cell аплазия или ПКА, характеризуется резким подавлением продукции эритроцитов, изолированной нормохромной анемии и глубокой ретиколоцитопении. Значит, относится к редким заболеванию даже у хорьков, даже у человека. Основная теория происхождения – это иммунные. У части больных в плазме обнаруживают антитела, относящие к иммуноглобулину G, фиксирующиеся на ядре нормобластов и эритробластов, и оказывающиеся, соответственно, цитотоксическое действие на эти клетки. Иногда в плазме присутствуют ингибиторы эритропоэтина, соответственно, усугубляющие анемию. Соответственно, врожденная форма может быть, у хорьков она не диагностировалась ни разу, соответственно, есть у собака человека. И приобретенная форма – парциальная колосноклеточная аплазия. Значит, когда она может быть? При пневмонии, тимоме, язвенном калителе, козе, гепатите и хронической почечной недостаточности. Поэтому иногда, когда вы что-то лечите, и вы понимаете, что у вас это не лечится, и, соответственно, у вас есть хроническое заболевание, скорее всего, у вас есть аутоиммунное анемию, которое не будет отвечать на привычный протокол лечения анемии. Об этом надо задуматься. Значит, единственный подтвержденный клинический случай, то есть люди занялись этой проблемой. Вот эта статья, которая подмедовская, она очень хорошая, развернутая со всеми клиниками и так далее. Это хорек, 8 месяцев, кастырная самка с признаками литаргии, с охраненным сознанием, бледностью кожи, спинки носа, с гематокритом 8%. Я не знаю, где они шли, где они потеряли все 40%. Значит, биопсия костного мозга выявила аплазию, лечение, переливание крови, декстран, железо, антимикробные препараты, протекторы желудочно-кишечного тракта, эритропоэтин, курс 14 месяцев, преднизолон, циклоспорин, азотиоприн. 14 месяцев. Соответственно, тесты на 36 месяце показали, что нет рецидива, что хорек уже не болеет. Просто очень тяжело принять решение о назначении любого циклоспорина. Кто когда-нибудь стоял перед этим выбором, никто не дерматолог, соответственно, всегда тяжело сказать владельцу, что вы знаете, я вас сажаю на циклоспорин, который обладает рядом побочных эффектов. Но я могу сразу сказать, что у преднизолона их больше, чем у циклоспорина. Поэтому если вы в душе уверены, что у вас вот этот вид анемии, то лучше назначите им циклоспорин, от него меньше побочных эффектов, чем от преднизолона. С циклоспорином одна большая проблема. Стоимость и как его давать. Потому что он на вкус отвратительный. Соответственно, вам придется заказывать микрокапсулы, дозировать циклоспорин, их микрокапсулы помещать и так далее. У нас сейчас два хорька, которые получают циклоспорин. Они вначале получали преднизолон. Я очень сожалею, что они вначале получали преднизолон, потому что это, конечно, ухудшает уже потом эффект циклоспорина. Но они уже 12 месяцев на циклоспорине живут без клинической симптоматики. Да, да. Вот это единственное, что я хотела сказать, что дерматологи наши тоже уже купили в белый клык, они дают сироп, который вкусный. Ну, соответственно, все те побочные эффекты, которые вы видите. Как делают, например, американцы, они все покупают наполнители со вкусом ягод. То есть это клубничный наполнитель, это карамельный наполнитель, или это там арахисы. Но все американцы, почему-то американские хорьки должны любить арахис. Соответственно, арахисовый наполнитель, они все мешают с наполнителями, которые дают сладкий вкус. И все задают таким образом, маскируя любые препараты. Вы можете на самом деле хорьку давать с арахисовым маслом. Вот то арахисовое масло, которое продается, они его любят, и он маркирует очень... Он насколько специфически сам пахнет, что он маркирует вкус очень многих горьких препаратов, и они его переносят абсолютно нормально. Ну, простотёв, да, я вам сказала. Значит, коррекция анемии. То есть то, что мы можем с вами делать. Значит, общий протокол. То есть то, что можно сделать, и вы, как правило, не навредите никогда. То есть витамины группы В. Единственное, что имеет значение кратности и дозы. Значит, В1-тиамин гидрохлорид. От 2 до 50 мг на килограмм 1-2 раза в день до эффекта. То есть, ну, как обычно мы терапию рассчитываем на 2-3 недели, потом отсматриваем кровь. Соответственно, вы смотрите, когда вам просто надо по анализу крови остановиться. Цианакабаламин 25 мкг на килограмм 1 раз в неделю 4-6 недель. Его не надо делать часто. 1 раз в неделю его достаточно. Значит, фолиевая кислота, мы её всем назначаем. Очень маленькая доза, мы, конечно, ею не следуем. Как правило, мы её передозируем раз в 10, потому что невозможно разделить эту таблетку 0,4 мг. 0,1-0,5 мг на килограмм 4 недели. Железо. Оно бывает разной формы. Есть сульфат железа оральный, который вы можете выпаивать в рот. Единственное, что у харьков очень часто он вызывает гастрит и рвоту. Они его плохо усваивают. Но, опять же, оральный можно. 10-20 мг на килограмм. Есть такой сироп, ферроглобин B, может быть, знаете о нём. Он очень вкусный и сладкий. Харьки его любят. Вот он содержит этот сульфат железа и, соответственно, хорошим компонентом является. Декстранный железо, то есть то, что вы колете. Инъекционный 10 мг на килограмм внутримышечный 1 раз в неделю. Значит, подкожно установлено, что это фактор провокации мягкотканной саркомы. Я всегда его подкожно колю, потому что я боюсь харьку с атрофированной мышцей уколоть ещё и железо в мышцу. Я ни разу не видела проблем с тем, что я колола железо под кожу. Но по литературе вы должны об этом обеспокоиться. Либо меняйте места, либо запоминайте, куда вы кололи. Если у вас что-то начинает расти, то это может быть не обязательно вакцинальная саркома. Это может быть саркома на фоне того, что вы применяли железо в инъекционной форме. Гемобаланс очень часто все колют. Так, и ретропоэтины. Ипоэтина альфа 50-100 единиц на килограмм каждый третий день 1-2 недели. Идарбопоэтина. Значит, какая между ними разница? Ипоэтина альфа дешевле, несмотря на то, что он очень дорогой. Но к ипоэтину альфа уже в первую неделю, как правило, развивается антитела. И, соответственно, он сам по себе может уже усугублять процесс анемии. Поэтому обычно более двух недель мы его не применяем. Дарбопоэтин в России официально не продается. Его через лошадок можно заказать, они вам привезут. Он дороже раза в 4, чем ретропоэтин. Но на него реже образуются антитела. И он вводится 1 раз в неделю. Его достаточно 2 недели. То есть вам 1 ампулу и вот так вот. Значит, как считается дарбопоэтин альфа? Это либо 0,45 мкг на килограмм 1 раз в неделю, 1-2 недели. Либо вы суммируете недельную дозу ипоэтина, которую вы колете. Например, у вас хорек 1 кг. Он за неделю у вас должен получить, если доза 50 мг на килограмм, например, 150 мг единиц эритропоэтина. Соответственно, вы просто берете эту суммированную недельную дозу ипоэтина и делите на 200. И получаете вашу дозу в МКГ 1 раз в неделю, 1-2 недели. Ну, просто это очень дорого. Это для фанатов вашего хорька. Есть такие, но, соответственно, тоже как опция для вас. Если у вас ипоэтин не работает, у вас еще может поработать дарбопоэтин. Переливание крови. В этом плане хорьки уникальны животные. Лея не хочу. Значит, донор должен быть клинически здоровым, тестирован на олиутскую болезнь и коронавирус. Тут мы в пролете с вами. Если мы парвовирус с вами протестируем по слюне, то с коронавирусом вопрос. Просто посмотрите его до, чтобы он действительно был клинически здоров, чем без объемов, без увеличенной селезенки и так далее. Акрас донора не имеет значения. Вы можете от альбиноза перелить черному хорьку и так далее. Пол донора не имеет значения. Проводят прямую пробу на стекле, но не обязательно по протоколу, потому что у них нет аутоаглютинации. Соответственно, как правило, они все друг к другу подходят, как птицы. Птицы все друг к другу подходят? Что делают до? Принезолон 0,52 мг на килограмм до переливания. Соответственно, чтобы просто на всякий случай. И для стабилизации крови используют либо цитрат натрия, либо глюгицир. Используют фильтры, обычные фильтры, которые мы используем, чтобы не загрязнять вашу кровь у вашего рецепиента. Как мы переливаем кровь? Как надо переливать? По желаемому гематокриту. Но это роскошь. Если у вас пришел хорек 8, а вам нужно 48 гематокрит получить, но это невозможно. Где вам найти вот эти 40 единиц? Поэтому мы берем из того, что возможно выжать из донора, который вам привезли. Соответственно, допустимый объем крови для взятия 10% от общего объема крови. То есть хорек массой 1000 г. Объем крови составляет 7%. То есть 70 мл циркулирующей крови. Допустимый объем крови для взятия 7 мл. Больше не надо. Ну жалко просто его. Лучше возьмите второго хорька в этот же день и перелейте от второго хорька, чем вы этого будете использовать дальше. Скорость переливания может варьировать. То есть некоторые говорят, надо капать. Но пока ты прокапаешь, ты умрешь. Некоторые нормально на болезнь вводят. Особенно если вы сделали преднизолондо. Если вы видите одышку, как на любое быстрое введение, конечно, остановитесь и делайте это медленно. Просто иногда даже на стабилизаторах у вас кровь может свернуться в некоторых частях вашего инфузомата. Вам просто жалко эту кровь, которая у вас свернулась. Множественные переливания могут привести к аутоиммунному анемию, гнетению ретропоезда. Наверное, многие, кто переливал больше 4 раз, знают. Вы перелили 4 раз, можно дальше не стараться. Если вам не помогло, скорее всего, у вас уже начнется гемолитическое анемия от того, что вы напереливали чужих эритроцитов. И они начнут разрушаться сами, разрушать то, что у вас осталось своего. Ну и повторный забор одного и того же донора. У нас есть такие фанаты. У нас они привозят каждый раз одного и того же хорька каждый месяц. Мы уже им отказываем в том, что мы не будем брать у него кровь. Просто им нравится, что он почетный донор. Соответственно, идеально через 45 дней, лучше 3 месяца. Почему лучше 3 месяца? Потому что эритроцит хорька живет 70 дней. Лучше не мучить его, дать ему вызреть и немножко пожить. И, соответственно, потом его переливать. Вспомним про изофлюран. Помним, что секвестируются эритроциты в селезенке первые 15 минут. Поэтому если вы у донора забираете кровь под наркозом, вы не можете забрать ее первые 15 минут. Он у вас просто лежит, а вы курите. Вот вы отчитали 15 минут на наркозе и потом забираете. Потому что ту кровь, которую вы переливаете, эритроцитов будет мало. Собственно, зачем вы уже анемичному хорьку переливаете анемичного хорька? Вы же хотите побольше эритроцитов. У вас нет роскоши, как эритроцитарной массы, как у собак и кошек. Соответственно, подождите 15 минут и перелейте его нормально, чем вы заберете вот эти вот три эритроцита, которые у него есть, и просто перельете плазму. Вы все равно сделаете лучше. Но по большому счету вы переливаете плазму. Спасибо. Ну, у нас был по смывам, но лаваш надо делать. Один раз у нас был с кавернами в легких, и мы уже после смерти аутопсию сделали и, соответственно, подтвердили покраски. Больше никак. Больше никак. Что окрасить? А, ну да. Ну, вот то же самое, что протокол у нас со слонами. То есть нам бесполезно, нам только смывы нужны, потому что они считают, что као-као не очень. Да, я вот о чем говорю. Ну, сколько разница? Разница, ну, то есть если ты забираешь кровь под изофлюраном первые пять, ну, как бы в первый момент до 15 минут, как правило, у тебя 5-6 эритроцитов, а если ты забираешь через 7-8, то есть много. То есть диагностически это много. Получается где-то в 10%. Да, разница очевидна. То есть для интерпретации анализов она значима. И для донора она значима, то есть для рецепиента она значима. Потому что вы хотите больше эритроцитов, больше гемоглобина. А так вы льете, ну, плазму. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ